во первых такая неприятность камера моя перестала это gopro hero 3 plus перестала коннектиться к любым устройствам то есть вай фай перестал работать вот общался я с техподдержкой gopro они советовали мне там много чего я все перепробовал не получается и они сказали да но поменяем камеру так она еще находится в гарантии она у меня меньше года но я при переезде потерял чек но я не могу его найти а без чека возврат по гарантии невозможен ну или обмен так что я не могу подключить не к телефону не могу подключить его к пульту дистанционному значит камера не видит никаких вай фай устройств ну ладно с этим я может потом разберусь я запросил у продавца который мне продавал камеру запросил прислать мне чек надеюсь что они выполнят но видео не об этом сегодня начну с ножа американский я не знаю насколько это хороший нож плохой нож пока ничего плохого по нему сказать не могу хороший нож мне понравился в руке лежит такая клипса тут но и все принципе нож и нож чего купил мне подарили подарочную карту в один из заболок магазинов но так на ту сумму карта была на 40 евро там можно было взять конечно пару воблеров но я вот решил нет у меня ножа решил взять нож да и не о том это видео опять же видео у меня будет сегодня о воблерах заказанных на ebay с японии воблеры бушные по аукциону вот пришли они уже довольно таки давно я все ждал когда я начну снимать ну давайте первое еще не распаковывал так пакет открыл но их не распаковывал здесь две рудры и 2 и макатсу репрайзера рудры 130 сп и репрайзеры 110 а вот плавающие они или какие я не знаю почему бушные ну на аукционе я вам цена поменьше чем у новых во вторых с японии они там щуку не ловят у них бас а бас сильно воблеры не царапает то есть я не думаю что они будут сильно какие-то поцарапанные рудры правда без крючков надо будет докупать крючки к рудрам так ну давай раз эти мне в руку попались давайте с них и начнем два репрайзера от эмакатсу почему два потому что аукцион был сразу на два воблера продавец fishing goods japan вот они два репрайзера они продают одинаковые по цвету ну я не вижу каких-то сильно царапин каких-то или ржавчины на крючках вполне адекватные воблеры вот один с оперением один без я не знаю почему вот на этом побольше царапин где-то он стукался ну такой вот давай макатсу репрайзера за 2 я заплатил 20 евро то есть по десятке за каждый по такой цене их магазине естественно не купишь да и нет их у нас поехали дальше две рудры 130 сп на дворе у нас конец февраля 24 сегодня у меня начался отпуск до 6 марта в отпуске я вот надеюсь что погода будет ему все таки уже на какую-то рыбалку выйдем поэтому надо обновить воблера вот две рудры спешные рудра 130 сп ну вот здесь конечно намного больше уже всяких отметин такая покоцанная рудра плюс еще нужно будет крючки покупать вот этот приятный такой цвет интересно синий что-то вот синие у меня не идут никогда не шли но посмотрим рудр у меня не было будет поставить на них крючки и будем пробовать ловить нужно попробую почистить может быть спиртовую салфетку может быть это от какого-то скотча тут налипло я не знаю чего почистить их можно ну так с репрайзерами все намного лучше они почти новые тут можно сказать рудры рудры не такие новые но намного дешевле я думаю на игру это их влиять никак не будет все с этим разобрались всего я заказал 17 воблеров обошлись они мне в 160 чем-то евро то есть в общей сложности это меньше десятки за воблер это неплохая цена воблеры разные тут вот какие-то малыши пришли посмотрим что у нас тут за малыши на форелечку так этот без крючков хиккори это зи бейтс хиккори значит ну или хайкори не знаю так он без крючков тоже нужно будет малюсенькие крючки вот 46 ричи ридж мдр вот это очень хорошая вещь на форельку этот больше головлины я не знаю пойдет он не пойдет но у него там я совсем по смешной цене вот эти брал сейчас даже скажу почем я их брал вот этот риджик мне обошелся 9.50 это в долларах к тому же в евро это 8 8.40 а хиккори 6 евро и здесь у нас должен быть хамсин зи бейс хамсин 70 сп ну у хамсин это можно сказать он нулевый ну лопатка побитая немножко да а так на нем ни одной отметины красивый воблерок такой шат зи бейс хамсин на этих тоже никаких отметин нет этот единственное без крючков и этот тоже без отметин оно чуть-чуть есть может тоже какая-то грязька да это грязька мы ее сотрем но это не суть важно главное чтоб игра была вот так по ценам я сказал а хамсин мне стоил 7.50 в евро ну и последний посылочка тут 3 воблера а это новые эти я последние заказывал за эти 3 новые воблера сейчас скажу сколько я заплатил 31 евро то есть ну по десятке по десятке за воблер получилось упаковано все нормально так что это у нас харухико мураками а что за воблер то цуникичи онлажские крючки а это хамокранк хамокранк такая солидная коробка я первый раз вижу такие коробки даже не знаю как она открывается тут она вон залеплена этот хамокранк мне обошелся новый в 7 евро по аукциону без понятия как она открывается вот нам наклейку снять себе на кофту поймал воблер крючками вот японцы хитрые вот такой воблер за 7 евро почему бы не взять такой хамокранк классный мне нравится и расцветочка такая интересная красивый воблер потом будем пробовать дальше быстренький я такой анбоксинг сегодня делаю так опять зацепился крючками значит дальше у нас цунекичи хамамину 109 флоутинг 11 евро обошелся я почему цены называю потому что у нас тут воблеры начиная от 20 до там каких-то неимоверных сумм аж до 28 евро доходит цены на воблера это грязь я не знаю он продавался как новый но грязь но грязь на нем есть ну не важно выглядит он как новый хамамину ну расцветка настолько агрессивная настолько яркая посмотрим посмотрим как он будет хорохико мураками цунекичи джипан классный мне нравится так и это у нас дуо хакер слейвер так нет просто дуо хакер эспешная модель тут залеплено но он продавался как новый я не знаю может он просто был вскрыт с упаковки может он стендовый какой-то вариант был потому что вот упаковочка я вижу скотчем заклеена и он мне обошелся в 9 евро по аукциону сейчас мы на него глянем вот такой вот воблерок дуо хакер сп 105 ну судя по лопате он будет хорошо нырять он должен нырять вот эти трое значит новенькие два репрайзера два репрайзера но они одинаковые так что один я наверно кому нибудь подарю а если он будет ловить то не подарю оставлю себе может вдруг оборву так это риджик 46 мдр это хамсин 70 сп это хикари малыш ну и вот так вот две рудры вот это у меня 10 воблеров значит 7 еще должны прийти какие должны мне прийти я сейчас скажу два дуо хакер слейвера пенсил пенсил сотый то есть это два вокера две должны прийти и мария анджел кис не знаю что такие что за воблеры по моему морские два эвергрина маленьких кренка и один дата админал slim 120 вот это раз два три четыре пять шесть семь еще 7 воблеров должны прийти жду не дождусь тогда я сниму продолжение этого анбоксинга наверное все в одном видео будет ну что ну немножко я недоволен вот этой рудры она совсем покоцанная ну не думаю что это как то будет влиять влиять на щуку так как это все на щуку может быть даже я их буду оснащать двумя крючками третьего среднего может не буду стоять то есть двумя побольше вместо трех маленьких раз уж они без крючков на этот я даже не знаю нужно смотреть как у номера крючков которые вешаются на этот хиккори маленький но это рудра вполне сносное состояние только крючки нужно поставить даже ну не покоцанное да и цвет получше вроде бы мне вот этот синий не очень нравится ну посмотрим как они себя проявят на рыбалках нам же главное рыбу поймать хотя эстетический вид тоже важен воблеров ну это уже для самого рыболова нам же нравятся красивые вещи риджик обязательно этим летом на форельке попробуем да он тонущий мдр у нас ридж 46 сейчас так вот 46 размер синкинг мдр так репрайзеры ну вот этот меня конечно порадовал ну супер таких цветов я еще не встречал в мутной воде в зависимости от места куда я еду на какое озеро бывает прозрачно ну и в зависимости от погоды от того когда прошли дожди вода может быть мутная вода может быть чистая может быть прозрачная но я думаю вот этот по мутной воде должен пойти раздражать щуку в ее активный период она должна его хавать шумит немножко забыл показать я же сейчас приду тоже еще одна новинка у меня это болисонг депс болисонг минус 130 спешка тоже и стоил он мне ну все знают как болисонг шумит а стоил он мне 25 евро это конечно ну не сказать чтобы очень много это он с доставкой мне столько обошелся здесь они вообще не продаются по моему этот я с Англии заказывал болисонг опять я себя поймал на крючки ну этот хамокранг тоже прикольный такая морда смешная у него класс ну я рад короче я рад ну тут кстати царапина есть хоть он и новый я не знаю может он действительно был какой-то выставочный ну точнее на стенде стоял потому что лопата у него не побита а царапина на боку есть небольшая ну не важно все я доволен жду последние 7 воблеров и едем на рыбалку все ждите продолжение ну значит вот как забавно получилось я даже вот еще не успел вот они у меня все на столе свои воблеры убрать ну в коробочке сложить кстати коробочку придется докупать ну тут звонок в дверь приходит почтальон и приносит мне оставшиеся воблеры то есть продолжение снимаем сразу практически вот мои оставшиеся 7 воблеров ну что то у нас такое интересное красивый цвет люблю я такие яркие цвета все таки больше чем натуральные больше чем натуральные сейчас будем смотреть без крючков воблер то а он и был бы скучно да вот это у нас тайдминол покосанный покосанный немножко с ржавчинкой 109 флоутинг заводные кольца хоть остались чуть-чуть ржавчина но это все стирается но этот похуже пока вот если так смотреть эталон бушного воблера это вот репрайзер на котором нет никаких отметин ну почти нет вот дата админо почему он 109 ф у меня дата админо 120 должен был прийти но мы напишем продавцу почему нам пришло не то что должно было прийти поехали дальше так ну я знаю что это за воблера это у нас два эвергрина от этого производителя у меня тоже еще не было воблеров ну и дайвовский этот тайдминол тоже первый от дайвы воблер плохо режется это упурышчатая обертка так crazy cradle cradle по-английски да ну crazy это понятно бешеный но на нем все отлично никаких не царапин ничего не ржавчины а этот без одного крючка и на этом уже есть чуть ржавчины но сам воблер выглядит неплохо не настолько хорошо как этот зелененький яркий малыш но вот такие вот два воблера так поехали дальше так это потом напоследок два волкера значит два волкера до хакер но они абсолютно одинаковые так что один мы кому-нибудь подарим я думаю это соточки вот такие океры маленькие незначительные царапинки на них слейвер пенсел они называются крючки не ржавые так что для бушного воблер пойдет белое пузо пузо мы наверное покрасим перманентным маркером в черное потому что как я слышал щука на просвет ну не только щука рыба когда она снизу вверх смотрит она видит светлое небо и темный цвет она воспринимает лучше то есть волкеры снизу должны быть черными ну и вот они две марии первый раз слышу о такой конторе но оказывается они очень дорогие у нас они продаются кстати и цена на них по 28 евро за штуку они два воблера обошлись сущие пустяки можно сказать сколько я могу сказать ну и бы по евро они мне обошлись 14.75 за два воблера то есть новый стоит 28 а тут два за 14 ну почти за 15 вот angel kiss такой вот гублерок шумненький и один светлый другой практически черный но это не черный а вот он такой я даже не знаю как назвать этот цвет это темно-коричневый получается но очень темный вот я уже сам попался на крючки вот еще на мария angel kiss вот такой вот интересный проверяем так же само шумит больше не пригодится значит 17 воблеров я получил это размер 115 у них два crazy крадла 109 тайдмину почему-то вот в описании написано что он она на картинке он 109 то есть он мне прислал то что и было на картинке то есть описание неправильное было хотя если это 115 то как же этот 109 я что то не понимаю рулетки у меня под рукой нету но вот эта сотка ну 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 это два сантиметра тут и будет то есть он 120 непонятно два одинаковых два одинаковых фокера две марии вот так ну и вот наверное их все выложу ну ну акацу цинюки чихома кранг до дайва нет дота админа да дуо дуо хакер болисонг болисонг но болисонг это отдельно был куплен здоровяк 130 значит тут мы сюда поставим этот цинюки чихома кранг хамсин хамсин это у нас как он хиккори рудра еще рудра ну вот они 17 воблеров которые я заказал 18 это болисонг вот ну неплохо мне так обошлось это дело первый раз я покупаю бушный воблер но не знаю у меня после пары рыбалок воблер выглядит иногда и хуже чем вот этот бушный смотря как какая зубастая его покушает так что жаловаться мне не на что вот этот хамсин в вообще идеальном состоянии да и многие тут в приличном состоянии ну что будем мы все это дело скоро пробовать выходил на улицу тут солнце засветило на солнце аж припекло то есть дело близится к весне к посленерестовому сезону когда там шука отнерестится я не знаю буквально на днях ну как на днях на следующей неделе должны поехать с Лехой на озеро половить и посмотреть как обстановка на воде на канале я был замерз мало что поймал вот все наверное будем заканчивать по воблерам надо покупать новую коробку для них я так понимаю у меня уже ничего не помещается у меня три полные коробки и четвертая наполовину и еще и сумка короче воблеров у меня наверное к сотне уже надо прекращать наверное покупать все это дело ну и зачем я взял такие воблеры я хотел его все разнообразить у меня не было вот такого вот шада например у меня вообще шадов мало хамсинчик такой правда он глубокий должен быть судя по лопате ну такой метра на два-три наверное хотя я не знаю флоутинговый или суспендер а он сп знает вот про эти марии тоже в описании ничего не было написано сп они или флоутинги надо будет почитать про них про их маркировку ну маркировка тут странная просто название воблера ну